Меня зовут Артур и в этом ролике я расскажу про город Эрдемли. Нахожусь на данный момент в самом центре данного города. За мной дом правительства. Давайте пройдем здесь. Это оживленный перекресток, где можно уже примерно представить направление, какие важные элементы города находятся здесь. Вот в той части второй нотариус. Здесь остановка автобусная. Отсюда можно добраться и до самого Мерсина. А Мерсин у нас находится вот в той части, то есть он в восточной части, если по сторонам света. Вот здесь также есть и международные, междугородные, прошу прощения, направления. Можно добраться и до Алани, до Анталии. В той части у нас располагаются торговые павильоны, торговые лавки, где можно приобрести и продукты питания, магазины техники, ремонты часов и прочее. Вот по сути здесь, этот район и называется центром. Мы сейчас будем направляться на главную улицу. Достаточно скромная, но тем не менее она очень самодостаточная. Там можно приобрести многое. Давайте вперед. Вот видим здесь и магазины мороженого или дундурма. Здесь большое количество торговых павильонов, сотовые связи. Очень много банков. Акбанк, через дорогу Зираатбанк, Вакивбанк, Денисбанк. С провайдером сотовой связи также есть и Тюрк Телеком, и что еще? Водофон, Тюрк Селл. То есть по сути здесь можно вот на этом пятачке, не садясь на автомобиль или какой-то другой вид транспорта, добраться до всех важных точек города. Вот мы идем в сторону Нотариуса. Здесь есть продуктовые точки, огромное количество тантуньи, соки и прочее. Очень-очень прошу вас соблюдать такое здоровое правило, не переходить на красный свет. Как работают правила, к сожалению, никто не может сказать. Нужно всегда интуитивно чувствовать, уступает ли вам или нет. Сегодня очень людно, в скором времени будут выборы. Смотрите, кто-то, судя по всему, проезжает, люди собрались. Возможно, какое-то правительство приезжает, что-то перекрывает, можно только догадываться. Вот, собственно, и улица, о которой я хотел вам рассказать, она очень узкая. И здесь достаточно часто происходят пробки. Люди выстроились в ожидании, возможно, какого-то чиновника, правителя. Да, все вышли. Да, я узнал, что правительство города Эрдемли приезжает и, собственно, перекрывает дорогу. Сотрудники магазинов вышли. Города находится. Ладно, слушайте, пацаны. Так, поймите меня правильно. Так, ну что, друзья, вот купил я петличку и уже вижу, как выгляжу, как журналист. Мне сразу подошли какие-то ребята. Причем это не были, это не была полиция, просто люди попросили документы. Видимо, очень важная фигура. И сейчас в преддверии выборов, возможно, люди, которые снимают, типа, меня, не являются безопасными людьми. Вот проверили документы, я сказал, что я из Татарстана. Все окей. В общем, иду дальше. Не буду я снимать, тем более я не очень знаком с этим человеком. Какой он партии, к сожалению, у меня информации нет. Но основная задача это была показать сам город и его центральную часть. Вот здесь у нас есть аптеки, магазины. Шок – это одна из известных сетевых ритейлеров. Вот здесь также есть и магазины одежды, разные специи, орехи. Кстати, Турция является одним из самых крупнейших экспортеров орехов мировых. Входится в топ-5, насколько я помню. Вот. Едет пропаганда одной из партий. Примерно так. Каждые полчаса ездили до первого тура. Здесь у нас также неподалеку располагается детский садик. Мы с детишками туда ходили несколько месяцев. Нектаринчики. Так. Желяк – это у нас клубничка. 35 лир. 120 рублей за килограмм. Так, алма – 18 лир. Ну, собственно, как я и говорил, в Мигросе, в Новой Сити, в которой мы заходили, цена была выше. Да, вот такое место здесь и продукты питания, и также представлены фрукты, овощи. Так, улица, сама протяженность, я думаю, порядка 500 метров. Вот с Д-400 перпендикулярно. Что у нас здесь? Какие-то детские мероприятия. Вот здесь рестораны, кафе. Кстати, советую, цена невысокая относительно. Да, как видим, жилье здесь представлено не высотное, то есть малоэтажное. 4-5 этажей максимум. И, собственно, сам и город Эрдемли выглядит в таком формате. Так, ну и вот снова едет машина. Пропаганда одной из партий турецких. Ну, в целом, сейчас могу сказать, что все достаточно спокойно, тихо. Возможно, в России в средствах массовой информации ходит очень много слухов. Вот я так как застал, по сути, и до выборов, до первого тура, и во время, и после. Могу сказать, что все спокойно. Нет никаких, я не знаю, разборок, разбирательств между партиями. В народе все достаточно тихо, спокойно, миролюбиво. За что я и люблю турецкий народ. Небольших фруктовых лавок. Они накрываются вот такими. Ну, вот я уже почти дошел до моря. Здесь барбершопов огромное количество. Очень-очень много. Я думаю, вот в этом пятачке, в этом квартале, десятки барбершопов. Вот я дошел до улицы параллельной Д-400. Но она по-спокойней. Здесь и скоростной режим намного ниже. Есть лежачие такие полицейские, так называемые. Ну и здесь видим мы также продолжение ритейл. Абсолютно на первом этаже проходим. Мы на детскую площадку, где я оставил своих детишек. Вот сама набережная. Здесь есть банкомат, мороженое, пироженое. Детских площадок тоже очень много в городе, как и в целом в Мерсине. Их большое количество. Сейчас спокойно. Детишки в садике, в школе. Но через пару часов учеба закончится и начнется шум. Ну что, на этом завершается обзор главной улицы Эрдемли. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, комментируйте. Ну и, конечно же, подписывайтесь. Мне будет очень приятно, если вам этот ролик понравился. Я буду снимать больше роликов о Мерсине и о городах Турции в целом, о жизни. До новых встреч. Пока-пока.